День донора в Десногорске Возбуждено дело против депутата облдумы Рождественский праздник в Доме творчества А сейчас об этих и других событиях подробнее Быть донором – это благородно Это значит дарить жизнь другому человеку О том, как прошел День донора в нашем городе Мы расскажем в первом сюжете 17 января в медсанчасти прошел выездной день Забора донорской крови Смоленским центром переливания крови Два года назад на базе МСЧ номер 135 Работала собственная станция переливания Раньше мы заготавливали кровь То есть приходило у нас такое количество доноров В течение месяца И у нас такого столпотворения никогда не было Вот сейчас Смоленская станция переливания крови Приезжает один раз в два в три месяца И поэтому собирается такое огромное количество доноров Которые желают, так сказать, дать свою кровь Продолжают желать давать кровь Очень неудобно В настоящее время в Десногорск приезжают специалисты Смоленского центра согласно графику Выездов бригады один раз в два месяца И несмотря на такие ограничения Десногорские доноры проявляют большую активность В этот день дать кровь пришли более 70 человек На прием записываются предварительно Проходят обследования у терапевта И уже с заключением врача приходят на пункт забора крови В большинстве это действующие доноры с большим стажем Потому что в базу для переливания больным Пойдет кровь только со второго забора Первые специалисты будут тщательно исследовать На ВИЧ-инфекции Гепатит, сифилис Получат данные по уровню эритроцитов в крови Реакция оседания эритроцитов Лейкоцитов И только после этого признают ее пригодной для другого человека Без донорской крови не может обойтись Ни одна серьезная операция Донорская кровь Это лекарство аналогов, которому нет Заменить ее не может ничто Она требуется при родах При тяжелых травмах При ожогах Сами знаете, что сейчас мы живем Очень напряженное время Поэтому крови сейчас требуется очень много Но благодаря нашим донорам Заявки лечебных учреждений Мы выполняем в стопроцентном объеме Десногорские доноры Одни из самых активных на Смоленщине А это значит, что они всегда придут на помощь Людям, попавшим в беду Теперь плата за капитальный ремонт Составляет 6 рублей 32 копейки За квадратный метр жилой площади Что на 4% больше, чем в прошлом году Есть и другие изменения Например, Жилищный кодекс Теперь разрешает региональным властям На свое усмотрение добавлять в список капремонта Работы по замене и восстановлению Несущих строительных конструкций домов И инженерных сетей Также в новой редакции устанавливается Порядок проведения капитального ремонта За счет средств регионального оператора В случае возникновения аварии И чрезвычайных ситуаций Природного или техногенного характера Если у жильцов дома приключилась такая беда То капремонт осуществляется Без включения здания В краткосрочный план реализации региональной программы И только в объеме, необходимом Для ликвидации последствий Возникших вследствие аварии Смоленские исследователи проверили Качество растворимого кофе На суд специалистов было представлено 5 образцов кофе средней ценовой категории Лабораторные исследования показали Что кофеина достаточно во всех образцах А вот аромат кофе слишком слабый Да и вкус недостаточно насыщенный Кроме того, на всех банках были нарушены маркировки Вердикт специалистов однозначный Ни один из представленных сортов Сублимированного кофе Не соответствует требованиям нормативов На пешеходных переходах не прекращаются дорожные происшествия В которых страдают люди Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия Как показывает статистика дорожно-транспортных происшествий Пешеходный переход далеко не самое безопасное место для пересечения проезжей части Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения И просят быть осторожными и внимательными друг к другу За текущий период 2017 года на территории Смоленской области Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов 4 из них погибли, 6 получили ранения В связи с этим на территории Смоленской области Проводятся профилактические мероприятия пешеход С 16 января 2017 года по 22 января 2017 года В свою очередь от лица ГИБДД города Десногорска Я хотел бы обратиться к водителям о соблюдении правил дорожного движения Конкретно пункта 14 правил дорожного движения В котором сказано, что водитель транспортного средства Должен уступить дорогу пешеходу Переходящему проезжую часть по пешеходному переходу Или вступившему на проезжую часть Также я хотел бы обратить внимание водителей Быть внимательным Когда транспортное средство, движущее по путному направлению Останавливается для того, чтобы уступить дорогу пешеходу Водитель тоже обязан остановиться Также хотел бы обратиться к пешеходам Чтобы переходили проезжую часть Только в предусмотренных для этого местах И были внимательнее, убеждались Действительно ли транспортное средство уступает им дорогу А смоленские спасатели готовятся к дежурствам в Крещенскую ночь В регионе уже оборудовано 46 купелей Чтобы купание пошло на пользу Нужно обязательно соблюдать несколько элементарных правил Первое – не согреваться алкоголем И готовить постепенно свой организм к погружению в ледяную воду Для этого достаточно прохладного душа Также спасатели рекомендуют принимать участие в крещенских купаниях Только в тех местах, где это официально разрешено делать С нарушителями будут разбираться полицейские Сейчас сотрудники МЧС продолжают проверять водоемы На предмет наличия несанкционированных прорубей Делают они это из земли и с воздуха Смолянам рекомендуют не покупать некоторые виды стеклоомывающих жидкостей Управление Роспотребнадзора по Смоленской области Опубликовало на своем сайте список стеклоомывающих жидкостей Не отвечающих санитарным требованиям Который можно найти на смоленских прилавках В него вошли зиманун, фрезинг, даль и экспедиция Указанные товары рекомендовано не приобретать ни магазинам, ни автомобилистам В области изъяли более полутора тысяч флаконов запрещенной непищевой спиртосодержащей продукции Специалисты Роспотребнадзора и полицейские провели уже около 100 проверок в магазинах В итоге было выявлено более 170 литров запрещенной жидкости В том числе и лосьоны боярышника, огуречный, василек и календула Продукция арестована В отношении виновных возбуждены дела об административном правонарушении Смолянка перепутала мошенника с сыном и перевела ему 17 тысяч рублей Этот случай мошенничества произошел в Починковском районе Пенсионерке позвонил мужчина и сказал, что ее сын нуждается в деньгах, но стесняется обратиться за помощью к матери Женщина через банкомат перевела 17 тысяч рублей на указанный ей номер банковской карты После звонка сыну она поняла, что стала жертвой мошенников В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя переводить деньги по первому же звонку Перезвоните близкими и узнайте, действительно ли они нуждаются в вашей помощи Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Смоленской областной думы Владимира Куприянова Он и директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность на территории Вяземского района Подозреваются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере Владимир Куприянов в 2013 году был избран депутатом Смоленской областной думы На момент избрания генеральный директор Вяземского машиностроительного завода В версии следствия в период с ноября по декабрь 2016 года подозреваемые по предварительному сговору Незаконно получили субсидии на компенсацию понесенных затрат на приобретение несуществующего оборудования На общую сумму более 2 миллионов рублей Из материалов уголовного дела следует, что субсидии представлялись в рамках реализации областной государственной программы Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Смоленской области О возбуждении уголовного дела стало известно из официального сообщения на сайте «Единой России» Кроме того, там появилась информация, что в соответствии с уставом на заседании президиума регионального полицовета Будет принято решение о приостановлении членства Владимира Куприянова в партии В Десногорске прошли рыболовные соревнования по ловле донной удочкой На открытый кубок Брянска-Морозко-2017 На Десногорское водохранилище съехались 36 рыбаков из Брянской, Смоленской, Орловской и Московской областей Морозы добавили экстрима в ощущениях спортсменов В личном зачете победу одержал москвич Александр Руденко, который наловил более 5 килограмм рыбы Второе место занял москвич Дмитрий Нагурский Третье – у брянца Ивана Чифранова В командном зачете успех сопутствовал брянским рыбакам Мы за безопасную зиму 13 января С такой тематической беседой инспектор 1 пожарно-спасательной части Анастасия Зуева Посетила учащихся 4 класса школы номер 4 Во время занятия она напомнила детям об опасностях, подстерегающих их зимой Это тонкий лед на водоемах, гололед, падение сосулек и снега с крыш А также напомнила правила использования пиротехнической продукции Анастасия Александровна не оставила без внимания и вопросы гололедицы Ведь лед может стать причиной не только падения и травмы А также дорожно-транспортного происшествия В Доме творчества маленьким десногорцам рассказали о старорусских традициях святочной недели Подробности далее Мероприятие называлось «Рождество – счастливые мгновения» Началось все с рассказа о рождении маленького Иисуса Христа в городе Вифлеем Историю о появлении православного праздника и о его традициях Рассказала детям лектор православного центра Валентина Денисовская А затем началось то, что больше всего любят ребята, посещающие Дом творчества Это веселые подвижные конкурсы, загадки, затейливые эстафеты, песни и танцы А завершился праздник сладкими сюрпризами И в завершении выпуска новости спорта Выпускник Смоленского училища Олимпийского резерва Семен Елистратов Успешно выступил на прошедшем в Турине чемпионате Европы по шорт-треку Результаты российского спортсмена превзошли ожидания Он завоевал золото на дистанции полторы тысячи метров Также был первым в многоборье, став тем самым абсолютным чемпионом Европы Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания